Первая остановка небольшая котельная в одном из отдаленных районов Завитинска. Фабрика тепла отапливает школу и несколько жилых домов. Однако в силу возраста объект требует глубокой модернизации. По опыту соседей из Ковородинского района здесь хотят заменить старые котлы на термороботы. Во-первых, это экономично и позволяет сберечь на том же топливе и электричестве до 30 процентов потерь. Еще одна проблемная точка Завитинска – микрорайон, который передали на баланс железной дороги. Изношенность тепловых сетей здесь составляет почти 80 процентов. Часть местной власти смогли заменить, но средств на ремонт всех 7,5 километров трасс в городском бюджете нет. За помощью решили обратиться к областным властям. Сегодня в Завитинске и Завитинском районе сразу несколько объектов жилищно-коммунальной сферы, которые требуют реконструкции. Модернизировать их будут уже в следующем году. Власти района уже сформировали пакет документов с просьбой о выделении дополнительных средств из областного бюджета на реализацию запланированного. У нас выделено 5 миллионов и порядка 4,5-5 миллионов нужно будет дополнительно. И что касается теплосетей у нас, микрорайон ЖД, понятно, что на все денег не хватит, но порядка миллионов 2-3 дополнительно нужно будет выделить. Хотя бы поэтапно мы будем понимать проблемные вопросы, чтобы можно было закрыть. В выездном совещании приняли участие представители всех фракций законодательного собрания. Темы, которые были подняты здесь, актуальны для всех партий. Одна из них это диспансеризация населения. И если в Завитинском районе она подходит к концу, то в других идет с отставанием. Депутаты уделяют этому вопросу самое пристальное внимание. У нас есть разные районы во Мурской области, в которых диспансеризация практически подошла уже к 100 процентам. Но есть районы и те, которые выполнили ее на 70 и ниже процентов. Вот сегодня этим вопросом мы занимаемся именно в Завитинске, смотрим эти районы, разговариваем с руководителями, выясняем причины, почему именно диспансеризация в некоторых районах не выполнена в том должном объеме и не посмотрены все жители, которые подлежали осмотрам в этих районах. В ходе этого совещания обсудили и реализацию нового закона о школьном питании, принятого депутатами в этом году. Бесплатные завтраки теперь положены с 1 по 4 класс. Не так давно на 5 рублей была проиндексирована сумма, выделяемая на эти цели. Депутаты регулярно следят, меняется ли школьное меню. Родители довольны, меню совершенствуется. Мы над законопроектом готовы работать и дальше. Дальше, в части того, что, еще раз повторюсь, закон новый, в Российской Федерации таких примеров очень мало, и мы одни из первых, кто перешел к такому формату питания школьников, обучающихся с 1 по 4 классу начальной школы. Проблемы, которые были озвучены в Завитинском районе, созвучны для многих соседних территорий. Для участия в совещании пригласили глав 10 соседних районов. Для них вместе с депутатами и членами правительства провели три рабочие секции по вопросам ЖКХ, медицины и вопросам утилизации твердых коммунальных отходов. В следующем году амурские парламентарии намерены провести сразу несколько подобных выездных совещаний, охватив все при Амуре. Юрий Камуштин, Михаил Величкин, Амурско-областное телевидение.